добрый день продолжим нашу работу сразу же сделаю дополнение предыдущего урока я значит привел вот общую формулу по которому мы мы будем рассчитать уже окончательные координаты ну и я привел короткую формулу вот этой то что у нас есть наверху и в принципе реальности так и должно быть мы могли бы вот умножать на вот ортогональные проекции соответствующих плоскостей и получить уже конечные координаты но у нас как и сказал действует на все это глобальное пространство повороты вот и перемещение а также масштабирование вот поэтому вот у нас получилось вот часть вот этих матриц которые действуют на наше на преобразование поэтому вот эта формула чтобы как бы не оказалось что они она ошибочно немножко я из вид изменил этот вид то есть я просто здесь учитывал вот именно вот всю эту а извиняюсь вот все вот это здесь учитывал именно тем матрицы матрицы которые вот здесь есть и и в принципе каждую матрицу вот ортогонального проецирования я бы хотел чтобы это все было понятно как бы у вас не было никаких проблем и в принципе наша задача в принципе получилось вот расчет именно вот этих этих матриц вот которые мы и сделали вот здесь уже идет расчет матриц а также вот это метод где вот этот мы обеспечиваем вот процент расчет а здесь правду поставлю для обеспечения читаем белый стилл так скажем хорошо значит что я сделал меня просто то же самое копировал наш проект отсюда и поставил сюда открыл вот этот файл уже 72 продолжение вот этого урока чтобы было все понятно теперь для уже мы перейдем уже к уже окончательному проекту и будем сегодня попробовать обозначить этот нарисовать проектировать проекты и отображать их на соответствующих полоскостях для этого давайте значит мы разделим вот эту часть вот это пространство ну сперва на три части вот сделаем вот так на три части и из каждой части здесь будет назначит у нас типа будет выбор типа проекции здесь будет ортографической проекции а здесь мы сделаем косоугольные проекции ну по дальнейшем может быть разделим для аксонометрических или сделаем отдельных мы посмотрим как там удобно хорошо значит откроем нашу форму откроем тапшет ну вот этот и начнем наше дело значит установим сплайт контейнер вот такой сразу же ориентация по такой и докинг если у вас нет докинга то поставить докинг обязательно значит немножко вот так делаем панель 1 фиксит панель 1 фиксит панель сейчас поставим значит фиксит панель поставим 1 пусть будет там фиксирован и цвет изменим ну вот так ладно пусть будет вот так сейчас значит разделим и вторую часть этой панели мы значит установим еще один панел здесь если docking нужно вы поставьте ориентацию я сделаю сейчас вот так вот столько я думаю нам хватит хорошо значит сразу же фиксируем панель 1 фиксируем пусть будет фиксированы и давайте цвет сделаем немножко другой пусть будет вот такой цвет все нормально хорошо значит установим вот три чекбокса сюда сразу же боксы дадим им имя чекбокс z равно а z 0 второе у нас будет чекбокс x 0 и 3 y 0 y 0 вот имена дали сейчас значит поменяем текст вот project и здесь у нас будет первое z равно 0 z равно 0 думаю ошибки нету здесь значит поставим здесь значит поставим у нас будет x ровно 0 и третье y ровно 0 хорошо это формат выровнять по левой части формат интервал на вертикали сделать ровно значит события чеки чендит сделаем сделаем чеки чендит для этого и наконец для третьего чеки чендит давайте все-таки это отсюда снимем я так и нашел метод хороший что там в сеттингах есть и установим сразу все здесь и в принципе здесь будет именно этот код копируем и в трех местах сразу поставляем если есть изменения и мы стартовали значит update picture box хорошо здесь немножко сделаем поближе поближе вот ой вот так поставим здесь один лебел вот такой текст лебел и здесь будет ортографическая проекция все пусть будет так значит сейчас расчет окончательных координат мы здесь значит написали все это и в принципе у нас сейчас уже идет вот расчет именно окончательных координат потому что мы уже уже вот эту часть уже рассчитали вот наш вот этот все это рассчитали и нам остается сейчас уже умножить первичные координаты фигуры получить проекционные координаты и в принципе все это преобразовать уже декардовую систему и получить расчет уже экранных координат вот это и сейчас будем осуществлять значит вот этот метод который мы уже рассчитали вот именно эти три матрицы получили сейчас уже мы будем уже рассчитать экранные координаты и так вот напишем все напишем для троих и наконец и значит у нас будет а давайте скопируем все так и давайте скопируем все таки эту часть у нас оно будет в графической части об этом буду говорить хорошо значит пошли м3д ум умножаем матрицу фигуры старт координат и результат уже у нас будет сохраняться проекции вот вот в этой сессии будет сохраняться преобразуем декортовую ошибиться здесь должно быть внимательно и и калькуляет и размер настидаем размер нашего холста и единица ну объяснение ничего не подлежит я думаю все понятно фигура стартовая координата фигуры даем умножаем значит на вот трансформации которые мы значит вот даем вот стартовая координата фигуры тот те матрицы которые мы рассчитали уже создали вот эти матрицы и получаем координаты после чего преобразование идет и после чего уже рассчитываем экранные координаты здесь все понятно сейчас все копирую и там поменяю значит так так здесь у нас будет уже x x понятно что здесь тоже x будет здесь x будет от x парады картовый координат здесь x будет здесь x здесь x здесь x и стартовые координаты везде одно и то же а здесь y для y матрица регистр иногда понимает иногда нет 요 н в 以х м так если будет то мы все их найдем по ну одном Пока что не глючит Ничего не говорит Но Потом мы поймем все это Хорошо Значит мы уже вот эти три Функции сделали Для каждой проекции Для каждого проекционной плоскости Мы создаем отдельные Проекции Рассчитываем все это Теперь давайте Начнем Процесс отображения Ортогональных проекций Матрицы я уже сказал Все готово Сперва мы напишем код Для отображения проекций На проекционных плоскостях А потом Будем отображать Проекционные лучи Давайте начнем с Проекций Заходим Открываем графический Класс графики И Здесь начнем Писать наш код Назовем наш Метод вот таким Коротко и понятно Значит у нас матрица будет Назовем проекции координат Вот так назовем И будет у нас ГРАМ Да графикс Пусть будет ГРАМ Вот эти аргументы Ну и тело функций Сейчас Мы напишем Давайте сделаем Вот так Чтобы проблем не было Иногда бывает Значит Нарисовать проекции На Проекционных плоскостях Думаю ошибок у меня не будет Если Это будет Значит Проекционные матрицы Экранных координат Вот данные Экранных координат Мы даем И это Будет у нас Графический объект Хорошо Сразу Создадим Пен Назовем Проекционный Пен Project Пен И Color Color Сделаем Вот так Пусть будет Вот этот цвет Толщину Единицу Сделаем Хотя можно было Другое сделать Ну пусть будет так Значит Сейчас Начнем Нарисовать Начнем С таких координат Начальные 0 0 0 1 Идем Ко второй Думаю У нас Ошибки 0 0 0 1 И 1 0 1 1 Да Ошибок Нету Давайте Давайте я скопирую Все это А потом Исправим Чтобы столько Долго Написать 1 Это 4 точки Еще 4 точки И у нас Вот эти 4 точки Соединяются Между собой Сейчас Изменим 1 2 3 4 5 6 7 И Вот эти координаты Значит 1 2 3 Уже Пойдет К 0 Закроем Вот здесь То же Самое Это 1 2 3 И Закрываем Это Здесь Начнем С 5 Топой Точки 5 6 7 И Закрываем Четвертая Точка Да 4 Вот Закрываем Сюда То же Самое Здесь И Закрываем Да Вот Это Значит Это Вот Сейчас Я покажу Значит У нас Вот Этот Я Сделал Вот Эту Плоскость И Эту Плоскость Сейчас Мы Будем Соединять Вот Уже Вот Эти Линии Зелаем Эту Линию Здесь Значит У нас Будет Первая Точка Первая Точка Нулевая Вторая Точка Третья И Вот Это Последняя Четвертая Точка То же Самое Ноль Один Ноль Один Два Три И Мы Пойдем На Четвертая Точка Четыре Пять Шесть Семь Мы Не Имеем Права Ошибаться Но И То же Самое Четыре Пять Шесть Семь И Так Сохраняем То Что Делали Сейчас Ошибок Не Видно Вот Когда Будем Рисовать Тогда И Будет Видно Так И Сделаем Значит Вызовем Этот Метод Вот Вот Здесь Я Вот Это Который Сделал Вызовем Оттуда Значит Вызовем Этот Метод Даем Матрицу Проекции На Z На Z Дисплей Координаты Даем Дисплей Координаты И Гр Координаты Координаты Сделаем Координаты Меняем Z На X И Меняем Z На Y Ладно Сохраняем Вот Этот Проект Ну Давайте Запустим Посмотрим Какие У нас Ошибки Будут Не Дай Бог хорошо поворачиваем давайте все сделаем повернем так что было видно немножко сюда немножко выше по z перейдем сюда ну вот и проекция на z равно 0 получилось это тоже получилось на x равно 0 ну и наконец ошибок нету но это хорошо что ошибок нет сейчас посмотрим вроде бы все нормально проекте получили получились и думаю что нормально все матрицы полностью все матрицы работают и масштабирование и поворот глобального пространства матрицы переноса матрицы переноса все все нормально работает ну и сейчас мы уже остается вот сделать лучше проекции чтобы все было красиво видно какая точка куда идет давайте займемся сейчас этой частью откроем графический и здесь добавим если еще один метод назовем его так шоу шоу надо напишем лучи для англичан может быть непонятно для нас понятно так что давайте давайте дадим массив фигурой назовем mx фигура дисплей координат вот так назовем чтобы понятно было и дадим проекции проекции назовем матрица проекции и график напишем систем driving все кажется все аргументы дал и тело функции даем значит матрицу фигура дисплейные координаты все матрицы фигур даем проекционные проекции и рисун контекста графический контекста хорошо напишем вот так браво радиоакшен так напишем рай райс райс это лучи по-английски чтобы все понятно и для нас и для них хорошо здесь у нас будет скрин кардиналов фигур кардиналов фигур да это будет у нас проекция проекция марш так напишем ну это графический объект графический контекст не вези но одно и то же значит создадим пен лучи 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 лф пен вот так напишем солид брошь напишем color color dark orange сделаем dark orange и толщину единицу сделаем пусть будет так скажем что вот этот пен штриховку сделаем сейчас лф пен даже цело даже хорошо вот такой пен зелен и координаты начнем это фигуры координаты фигуры и пойдем проекции ошибок нету хорошо сразу же копируем у нас 4 вершины и еще 4 вершины сзади мы могли бы сзади не делать но потом при аксонометрических проекциях наверное он пригодится нам хорошо фигуры 0 1 1 2 3 4 5 6 7 тоже самое делаем здесь это y координаты ну и то же самое здесь здесь это 8 4 5 5 6 6 6 9 10 10 11 11 12 12 Я чувствую уже аж. Все. Я думаю, что все написал. Посмотрим, есть наш... Сохраняем наш проект. И сейчас вот отсюда нужно вызвать уже эта графика. Отсюда нужно вызвать вот этот метод. G3D ShowLooCh И аргументы мы сейчас дадим матрицу исходных всех этих координат. Матрицу дисплейной координаты. Фигуры. Значит, дисплей координат. Даем матриц проекцию. Длинные пойдут. Длинные. И гран. Графический контекст. Давайте скопируем. Скопируем. Одна матрица изменяется. Так и сделаем. Раз. Два. Давайте здесь сделаем так, чтобы... Значит, у нас фигура тот же. Z координаты вот в проекте у нас будут это X а вот здесь будет Y. Сохраняем и запускаем на выполнение. Посмотрим, у нас лучи получились или нет. Ага. Все. Ну, вроде же все пошло нормально, кажется, да? Сейчас посмотрим сразу. Это тоже пошло. Ох, ошибок нет. Ну, это хорошо, что ошибок нет. Да. Все нормально пошло. Все нормально. Ну, понятно, мы для более наглядности нарисовали, добавили лучи для наших проектов, чтобы все было видно. И, в принципе, он нормально уже работает по все параметры. Изменяя все параметры, мы видим, что лучи полностью четко проектируются уже на все плоскостях и в разных квадратах вот этих плоскостях. Ну, можно сказать, что мы создали математический аппарат, который обеспечивает все расчеты по созданию матриц координатов проектирования фигуры на проекционных плоскостях, а также полностью создали графический механизм, который отображает все проекции фигуры, а также проекционные лучи. Вот все мы сделали. Здесь ничего нету ортографической, мы просто создали метод для создания ортографических проекций. проекции. Все формулы уже на предыдущем уроке, кажется, я все формулы показал, и видно, как мы шаг за шагом пришли и рассчитали все конечные координаты проекции, создали координаты. Мы рассчитали, перевели их на декортовую и уже рассчитали экранные координаты. Вся задача была рассчитать именно вот эту матрицу, вот эту матрицу трансформации, то есть все те матрицы, которые воздействуют на нашу фигуру, на нашу фигуру, и понятно, что соответствующим образом мы и получаем, вот умножая на матрицу проектирования, на соответствующие плоскости, вот на соответствующие плоскости, получаем уже конечные координаты проекции на соответствующих плоскостях. Долго можно об этом все говорить, но я думаю все уже понятно, так и так я очень много сказал, это ортографические проекции, если что-то нужно будет, я добавлю, но в основном это на следующем уроке мы будем уже изучать теорию и практику проектирования уже используя метод косоугольного проектирования. Спасибо за внимание, до свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...